Всем привет! У нас сегодня с Валентином на обзоре ботинки для скитура. На любительском обзоре. На любительском, да. Получается, сейчас в мире существует довольно большой выбор ботинок сноубордических для скитура специализированных. Но мы хотим заострить внимание на модели, которые рассчитаны для использования в более, скажем так, тяжелых условиях, когда нужно совершить восхождение не просто в рамках скитура, то есть на сплитборде в режиме лыж, а когда нужно лезть на более серьезные склоны, вершины, когда это уже сочетается с неким альпинизмом. В принципе, выбор таких ботинок очень невелик, но, к счастью, они сейчас появились. То есть раньше нам приходилось все это делать в обычных сноубордических ботинках. Не самых жестких, скажем так, напяливая на них обычные мягкие кошки. И это было все не очень удобно, но сейчас есть модели, которые рассчитаны на жесткие условия восхождения. Это, скажем так, интеграция альпинистского ботинка со сноубордическим. И сегодня у нас в разборе. Хочется сказать, что нам прислали специально для обзора ботинки. Да, нам прислали, но, к сожалению, нет. Нам их никто не прислал. Мы их купили за свои кровно заработанные денежки. Надеюсь, когда кто-нибудь еще что-нибудь пришлет все-таки для тестов. Вот. В общем, две модели. Первая модель на Камчатке получила широчайшую популярность. Ее представит Валя, так как он пользователь этих ботинок. Итальянский бренд Fitwell Backcountry. Их находятся у нас вообще, насколько я знаю, их две линейки. Это Fitwell Backcountry и Fitwell Freeride. Freeride, да. Эти намного жестче. В модели Freeride чуть-чуть мягче, которая ориентирована больше на... На катание, неожиданно. Да, на катание. Отличие у них, помимо жесткости еще, насколько я знаю, в модели Freeride термоформируемый внутренник. И затяжка не шнурки, а... А буа. А буа. Вот. Что, как бы, с одной стороны удобно, но с другой стороны, в условиях, когда ты находишься далеко от цивилизации, поломка буа приведет к не самым лучшим последствиям. Да. К неудобствам. Ну вот. Мне их прорекламировал Миша Узеев, так как он сам на них катался, и все, все люди, кто у него спрашивают... Камчатки, да. Все, кто у него спрашивает... С нашей тусовки, скажем так же. Спрашивал совет, он их рекламировал, еще до того, как появилась модель, которую представит Леша. В первую очередь, хочу отметить то, что это, по ощущениям, это просто один большой монолитный кусок кожи, который весит немало, но в то же время он... Как? Он очень хорошо защищен тканью кордура, там кожа, и потом вот этого покрытия, я не помню, как оно называется, но... Что-то типа карбона, я не знаю, но оно резиновое какое-то. Да, но тем не менее, это очень большой плюс для того, когда переходишь, когда ползешь куда-нибудь, восходишь наверх. Там какие-нибудь ступени рубить денег надо. Да, они пробивают очень хорошо, такой, ну не сильно сильный наст, но тем не менее пробивают. А в тандеме с кошкой, я думаю, это очень такое хорошее... Очень хорошее. В тандеме с кошкой он обретает у тебя такую силу, что да, можно хорошо пробивать и доползать до самого верха, думаю, без проблем. Короче, можно делать полноценное альпинистское восхождение в них на какие-то даже ледовые склоны. У них есть задний ранд, то есть под полу жесткие кошки, пожалуйста, можно использовать. Ты сколько их уже эксплуатируешь? Я их эксплуатирую, наверное, ну не больше пары месяцев, особых таких у меня серьезно. Ну это в целом? Да, да, да. Активные? Да. То есть сколько, два сезона, да? Нет, они вот у меня, вот пошел, я их купил в конце того сезона, и вот можно сказать, Нормально я им начал пользоваться только вот уже в этом сезоне. Особых таких серьезных восхождений у меня не было, но они с началом сезона, сейчас как раз к началу, к весну начнется настоящий сезон, я думаю, я их испытаю по полной программе. Потом, что я еще хотел сказать. Они по шнуровке здесь, да, здесь ничего особенного, здесь именно староверская шнуровка, как сверху, ну сверху... Покажи, как сверху, да, так и снизу, обычные шнурки, но тем не менее, мне эта конструкция, в ней, конечно, много особенностей, может быть даже кто-то скажет, что сейчас это не актуально и неудобно, но тем не менее, мне эти шнурки доставляют больше уверенности, потому что затянул, завязал и все, и как сказал Леша, тут правда ломаться нечему. Как бы для меня это сейчас в приоритете, потому что сам сплит, такая вещь, что здесь он может... Там много таких деталей, которые могут сломаться, но ботинки, я считаю, должны быть всегда, должны быть целыми. Да, чтобы хотя бы на своих двоих ты в итоге мог уйти. Да, это точно. А так, у нас ребята на таких ботинках катаются уже довольно много некоторые, и отзывы только положительные. А кто-то даже и не катается, а кто-то... Да, прям альп-курсы у нас ребята ходят на снежные восхождения в таких ботинках, и все прекрасно. Вот. Вторая модель для нашего камчатского рынка, скажем так, это новинка прям. Их открыл тот же самый Михаил Гузеев для нас. Купить их в России можно в магазине Трилл Спорт исключительно. Больше вообще, в принципе, я не видел, где их вообще можно приобрести. Это фирма Нордвейв. Я не скажу, чей-то бренд сейчас, я как-то даже не интересовался. Модель называется Домейн Си Ар. Вот. Преимущество этих ботинок перед фитфолами в наличии двух ранд под жесткие кошки. То есть можно использовать автоматические кошки с этими ботинками. Далее отличие в том, что у них термоформируемый внутренник идет, и совсем другая система шнуровок. Шнуровка тут уже продвинутая. Сейчас покажу поближе. Во-первых, внутренник затягивается, в общем-то, как по классике, но есть еще дополнительная здесь липучка, которой можно очень хорошо утянуть ботинок дополнительно. Плюс она позволяет сделать вот такую штуку и зафиксировать шнурок внутри, чтобы он уже не распутался никак. То есть ногу фиксирует просто феноменально, как бы. И вот этот хлястик, есть тут кармашек куда спрятать, в общем, он не мешает. Далее затяжка именно шнурков. Тут две затяжки идет. Очень много веревок. Очень много веревок, но они суперудобные. Далее тут есть такой переключатель. Положение вниз. Это так называемый режим ходьбы. В этом положении можно затягивать. Правым ты затягиваешь нижнюю часть ботинка. Левым, где он у меня там потерялся, верхнюю. Все, затянул. И защелкиваешь ее в штучки. Шпок. И все. Ботинок никуда не расстегнется. Все, это режим катания. Ты убираешь эти штуки внутрь. В кармашки. Одеваешь тянину сверху и поехал вниз. Далее, чтобы просто переключиться в режим ходьбы, тебе достаточно вот эти защелки отчелкнуть и привести вниз. Все. Ботинок свободно начинает гулять. И ты можешь идти вверх в режиме ходьбы. Из выявленных недостатков. Юзаю я их буквально два дня всего. И вот что произошло с ними. Вот такие повреждения, не знаю видно или нет, появились от креплений. У меня крепления Putorana российского производства. На них я сделаю отдельный обзор. Там есть определенные нюансы с ними. Но у Миши он приобрел себе точно такие же ботинки. С креплениями системы Spark произошла точно такая же ситуация. Соответственно, крепление нужно в местах вот этого истирания чем-то обмотать. Не знаю, мы сейчас попробуем обмотать изолентой и посмотрим, что с этим будет. Без изоленты? Без изоленты, да. В скитурии никак. Я думаю, причина из-за того, что ботинок уже, чем Fitville. И он в некоторой ситуации начинает гулять из стороны в сторону. Хотя при катании я катался по жесткому разбитому снегу. Я не заметил никаких люфтов. То есть, по ощущениям, все идеально. То есть, у меня жесткий сплит. Крепление Putorana тоже жесткие. И жесткий ботинок. Все отлично, по ощущениям. Но, видимо, микролюфты есть. И, возможно, при ходибе тоже это происходит. И что вот происходит такое истирание? Это, конечно, минус. Ну, то есть, материал, видимо, все-таки уступает прочности, чем у Fitville. Ну и цена. У них, я думаю, на настоящий момент я вот эти ботинки купил. То есть, вот буквально, не знаю, две недели назад за 24 тысячи. Сейчас Fitville заказывать можно только за границей. И тогда, вроде бы, их можно было заказывать за границей. Ну да, то есть, их сейчас в России вообще не найти. И цена, думаю, со всеми доставками и пошлинами выйдет в районе 30-50 тысяч. 28 ботинки мне вышли с доставкой и с пошлиной. Они мне вышли в 30 тысяч с копейками. Ну, сейчас, не забывай, курс евро немножко другой. И цена уже будет, я думаю, в районе 35-ти. То есть, почти 10, ну, в районе 10 тысяч разница между ними, как бы... Что вы получаете за эти 10 тысяч? Вы получаете просто ботинки, которые выглядят как динозавры. Но и в то же время в них просто, если даже есть чему рваться, их конструкция, конечно, да, не позволит. Потому что это просто какой-то монолит, кусок кожи. Это как и плюс, и как минус. Они, конечно, нелегкие. Не сказать, что они тяжелые, но они нелегкие. Они объемные. Но, когда передвигаешься по снегу, я вообще разницы со своими старыми ботинками, мягкими, я не заметил. Мне было в них просто удобно. И, да, стоит учить вот такой момент, что у них я брал на два размера больше, потому что они их сильно маломерят. Я туда положил себе вылочную стельку. Ну, я прекрасно себя чувствую. У меня нога не ездит. И, наконец-то, у меня появились жесткие ботинки, чтобы можно было лазить на велючек, когда там лед. Кстати, по размерной сетке. Я перед покупкой, я хотел изначально фитвелл из себя купить, так как не знал существования этих ботинок. Я мерил 275 сантиметров размер фитвелла. 275 сантиметров – это мой стандартный размер для трекинговых ботинок. То есть у меня все трекинговые ботинки этого размера. Чувствую себя очень комфортно. Немножко как раз длиннее, чем впритык. В общем, ну, эти ботинки так и надо брать, так как это для скитура. Их не нужно брать, как обычные стомборгические ботинки впритык, потому что у тебя натрет пальцы, они могут замерзнуть. В общем, неудобство будет. Я мерил 275 сантиметров. Они мне казались малы. То есть палец у меня упирался. Эти ботинки я купил 280 сантиметров. И они мне немножко большие. То есть в идеале именно вот эту модель я бы взял 275 сантиметров. Но ее не существует в наличии. Но, тем не менее, когда я полностью затягиваю, то есть у меня слегка болтается именно носок. Это при катании вообще никакого дискомфорта не доставляет. Но так как носок формируемый, внутренник, я думаю, эта проблема полностью решится после термоформовки. То есть размер надо учитывать. Они немножко прям отличаются. То есть эти ботинки мало мерят. Валя сейчас мерил мои ботинки. Они ему прям... Они мне подожжили. Прям как раз, да. Но я бы взял на размер больше, исходя из того, что это все-таки такая обувь, когда ты ходишь в условиях низких температур. Поэтому лучше взять на размер больше, чтобы нога была чуть свободнее. Но одеть под нее носок или положить... Да, к тому же ботинки хорошо утягиваются. То есть вся верхняя часть у тебя один фиг будет очень хорошо зафиксирована. То, что там чуть-чуть болт, свободен носок, ничего страшного абсолютно нет. Самый, наверное, самый большой плюс этих ботинок, то, что их можно купить в России. Да. Это очень... Доставка... Ну, там, конечно, для Камчатки это небольшая проблема. То, что в интернет-магазине именно этих ботинок нет. То есть нужно покупать в физическом магазине. А если не только в Москве, то есть это либо как-то заказывать курьером это все дело, чтобы он забирал с магазина и отправлял тебе. Либо, как я сделал, просто попросил друга, он заехал в магазин. Я оплатил все как бы дистанционно. Ему там по написанной мной доверенности их вручили, и он мне отправил почтой. Вот. Там доставка обошлась там в районе двух тысяч, как бы. Все-таки деньги могли бы и бесплатно сделать. А, да. Это же с магазина, да? Вот. Сейчас впечатление Миши Гузеева, который катал и на фитволах, именно на этой модели, и на вот этих ботинок. Фитволы жестче, а Nord Wave прям удобнее. Он говорит, это мега удобные ботинки, причем как для ходьбы, так и для катания просто. И они очень теплые. Теплее, чем фитволы. То есть, если кто-то ходит, катается в более таких холодных регионах, скажем так, в Черегеш, там, не знаю, Мурманской области, то есть, по мне, вот эти будут как бы... По мне, определение теплости ботинок, это такое субъективное, потому что... Это отзывы девчонок. Девчонки вечно мерзнут. У нас девчонки уже купили такие ботинки тоже некоторые. Говорят, они мега теплые, то есть, прям им нравится. То есть, обычно девчонки всегда мерзнут. Ну, мне во всех ботинок. Ну, да, сугубо, конечно, такое, это личное мнение, то есть, кому как. Плюс, да, эти ботинки, особенно для жителей Москвы, можно приехать и померить в магазине. Эти ботинки можно заказать только откуда-то, с Европы. Эти ботинки шли из Германии, шли, в принципе, без проблем. Заказывал я их как? Я просто брал мишины, мерил и говорил, что мне точно такие же. Брал я их на два или на три размера больше, да, потому что они маломерят. Но, вставив, да, повторюсь, вставив стельку, ну, поставив туда стельку, да, дополнительную волочную, мне стало в них очень удобно. Нога не ездит, кататься в них отлично, я их одел и даже не почувствовал. Потому что я, наверное, слишком, я не придираюсь ни ко чему. Мне все, что новое, все хорошее. В общем, рекомендация наша, кто катает по харду, прям, скитурит не просто там где-то пухлячок в лесу, а совершает, скажем так, скитур восхождения с элементами даже альпинизма, возможно, либо просто регионы, где, возможно, не самая лучшая кондиция снега, то есть там какой-то бетон. И вот эти две модели, это то, что надо. Как бы, ребята, которые ходят там на обычных скитурных моделях, что я видел там спустя пару лет эксплуатации, они довольно в печальном виде все находятся. Потому что на Камчатке далеко не всегда есть отличный снег. Иногда приходится куда-то идти по жескачу, и стандартный скитурный ботинок этого не выдержит. Он не рассчитан на это. По сути, скитурный ботинок отличается от обычного стомбардического ботинка тем, что у него более продуманная конструкция для режима ходьбы. То есть на нем удобно ходить банально, чем в обычном стомбардическом ботинке. Эти же ботинки, это у тебя помимо того, что это сноубордический ботинок, у тебя и полноценный альпинистский ботинок. То есть полная универсализация процесса происходит. Можно даже сказать о том, что необязательно иметь сноуборд. Да, чтобы покупать эти ботинки. Ты можешь даже зайти в альпинизм с вот этими ботами. Двухслойный ботинок для зимнего альпинизма... Хороший альпинизм. В принципе, недорогой, учитывая, что сколько стоят сейчас двухслойные альпинистские ботинки хорошие. Конечно, в них на 4-5 тысяч не пойдешь, потому что они не для этого... Ну, думаю, и брус вполне вообще взять то, что надо. Увидимся на склонах. Увидимся на склонах Камчатки. Приезжайте к нам, у нас круто. Хорошие ботинки есть. У вас, конечно, новее и удобнее, но... Да, это понятно.